Приветствую вас и давайте попробуем рассуждать логически, чтобы нам было понятно, для чего подруга сделала так, как она сделала. Во-первых, перечислим факторы, которые у нас есть. Обстоятельства, которые известны доподлинно. То есть обстоятельства, которые являются аксиомой, которые не нужно доказывать. Первое из них то, что подруга сказала об интимной связи. Хотя этой связи не было. Если она так сделала, значит она определенно в этом заинтересована. Либо хочет как-то дискредитировать в глазах вашей девушки, чтобы вы с вашей девушкой расстались. То есть имеет место быть личной заинтересованностью. Дальше. Дальше у нас есть алкоголь. То есть по вашему описанию, две девушки выпили и она, будучи в бредном состоянии, сказала вот такую фразу, что с вами переспал. Хорошо. Значит, алкоголь, алкоголь, имеет такое действие, что он срывает все внутренние барьеры, он ослабляет контроль и человек говорит то, что он хочет. Значит, ваша общая подруга сказала об этом, потому что она этого хотела. Ее в жизни все это не устраивает. У нее в жизни есть какой-то дефицит потребностей, дефицит внимания к ней, конечно же. И, скорее всего, симпатия к вам. Алкоголь, все вот это вместе, выплеснул в виде такой вот компрометирующей информации. Вы знаете, надеюсь, именно ее мотив, мотив вашей подруги, я донес очень четко. А вот вопрос, что вам делать, вопрос, что вам делать, можно прокомментировать так. Так, будет лучше, если вы за своей девушкой встретитесь, ну, условно говоря, встретитесь, посмотрите друг другу в глаза, и вы скажете ей, что ничего не было с вашей общей подругой. И если у вас есть доверие друг другу, если вы доверяете друг другу, если обмана между вами никогда не было, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы ваша девушка вам поверила, и чтобы вопрос больше таким образом не вставал. Это очень важный момент, потому что очные вставки, доказательства, какие-то выяснения, все это свидетельствует, к сожалению, об отсутствии доверия с вашей и со стороны девушки по отношению друг к другу. И хорошего в этом, к сожалению, нет ничего. Почему? Да потому что без доверия нельзя построить ни одни отношения. И вы до тех пор, пока будете именно стремиться что-то доказывать для своей девушки, к сожалению, и скорее всего, будете выступать искренне виноватым, то, по крайней мере, в подозреваемом в том, что вот в чем вас обвиняют. Или, условно говоря, в том, о чем сказала подруга. А этого делать не нужно. Если вы не виноваты, и если у вас нет доверия с девушкой, то, само собой разумеется, разумеющиеся, что вообще слово, это правда, и вы своей девушке не будете говорить ложь. Все. И именно так вам нужно поступать. Потому что доказывая что-то, пытаясь очиститься, пытаясь предъявить какие-то доказательства о своей невиновности, вы, по сути дела, становитесь на один уровень с теми, кто распускает слухи. А это, это, это непродуктивно. А люди, которые распускают слухи на своем уровне, на своем языке, они будут, к сожалению, сильнее вас. Вам нужно быть на своем уровне, там, где сильнее вы. И тогда вы не проиграете. Конечно, это потребует некоторому доверия от вас и от вашей девушки. Ну, что, что поделать, к сожалению, такие ситуации происходят не впервые. И такие ситуации будут происходить еще и еще, к сожалению, в будущем. Потому что, когда общаясь с людьми волей-неволей начинают всплывать какие-либо сплетни, и на эти сплетни нужно правильно реагировать. То есть, никак не реагировать, безразлично абсолютно относиться к ним. И лучше всего вам это с девушкой начать делать уже сейчас. Пока это общая подруга. То есть, человек, который, в принципе, заинтересован в том, чтобы, как мы уже сказали, вы с ней расставки. А когда это будут делать другие люди, просто из спортивного, например, интереса, тогда будет еще тяжелее. И тогда у вас, возможно, даже не получится организовать почечную ставку. Тогда у вас, может быть, даже не получится доказать что-то. И нужно иметь наработанную модель поведения для таких случаев. Поэтому, я думаю, что ответить вам можно именно так. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.